ну лето закончилось нормально я считаю что в принципе в любом сезоне есть свои какие-то прелести и зима бывает нормальная в принципе если подготовиться действительно хорошо к ней что касается машины я в этом году как-то серьезно вообще к ней 1 как-то подготовился я я машину заменил я купил новую машину вот поэтому в принципе она у меня в боевой готовности так как он есть два типа машины есть машина есть новая машина как вы понимаете самое главное это конечно вовремя заменить летнюю резину на зимнюю это основополагающая тема так как я вожу уже больше двадцати лет даже порядка до двадцати пяти поэтому для меня проблемы особенно нету я всегда самого начала самого детства ездил зимой и летом поэтому проблемы никогда не существовало но были конечно разные случаи как и у любого человека который водит машину даже в принципе так аккуратно как я вот это делаю какие-то советы личные какие-то когда вы может быть сталкивались на дороге с таким ям я могу сказать что на дороге тем более по нынешней ситуации лучше себя вести спокойно не впадать не 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 в какие ситуации с тем что агрессию производить даже какие-то слова вслух производить бранные ведите себя нормально это вообще как всегда хорошо на мой взгляд и тем более мне кажется дорога это очень опасное место это не то место где нужно выяснять какие-то отношения мериться силами дорога это то место если надо надо и и кого-то пропустить ну ехать надо уверенно в любом случае тоже есть такие ездоки которые не уверен едет и непонятно то ли он хочет вперед то ли назад что-то еще уверенно я просто тоже мне был опыт у меня моя жена занималась вождением и я у нее был учителем это конечно была такая проблемная вещь потому что в принципе она имела права конечно же как у нас многие права получили а ездить конечно же никто не умеет ее с нею я удивляюсь думаю надо же вот у нас людям выдает права они же не умеют ездить они какие-то отыграли нормы через часы это в лучшем случае конечно в основном купили да грубо говоря а вот это же опасно это как в страну чтобы давали бы на самолет летать например и при этом никто бы не умел бы это делать но в принципе очень тем более летать то ладно на небе два самолета грубо говоря а здесь миллиарды машин и очень опасная ситуация мы с ней занимались больше наверно двух лет что для меня мне кажется для каждого человека по-разному я например сел когда мне было там 16 лет и поехал да и другие мозги другая реакция беззаботность некоторые она все-таки ей уже ближе к 30 мы занимались больше двух лет я потратил столько сил и нерв но зато она стала чувствовать она стала профессионалом думаю надо же в принципе для всех по-разному я считаю что надо пересмотреть полностью обучение это тогда у нас будет меньше искалеченных судеб жертв и всего потому что конечно же мы сейчас зациклились на не пейте за рулем не пейте хорошо но вы для начала ездить научитесь сначала людей и выдавайте им действительно легальные права а не